Добрый день, панк-отом и инсургент, с нами группа Плашфиш, здравствуйте. Привет. Привет. Здрасте, здрасте, здрасте. Недавно было ваше выступление, как у вас эмоции, как впечатления? Да классно было, чё, вроде ребят сказали, что было классно, когда ребят говорят, что классно, типа, ну, наверное, всё нормально. Ну, на сцене был звук нормальный, мы просто в зале не знаем, что происходило, но, судя по тому, что все танцевали и угорали, было классно. Была мощь, мощь прямо. Расскажите о своих творческих планах на ближайшее время. Ну, мы записали альбом, ищем человека, который это может свести грамотно, потому что очень сложно найти в России человека, который, ну, действительно хочет сделать звук, который мы хотим добиться, поэтому мы его ищем. Как только мы его найдём, так мы сведём альбом, и всё будет хорошо. А, то есть альбом уже готов? Да, альбом уже записан, альбом записан и ждёт своего сведения, вот, ждёт того человека, который, ну, типа, появится, мы его ищем, он должен появиться, типа, и всё будет хорошо. К Новому году, возможно, уже поклонники будут такой сюрприз ждать, да, новый альбом? Да, да, как бы, ну, новый альбом уже, как бы, готов, да, ну, опять же, мы просто стремимся к какому-то новому звуку, знаешь, то есть мы никогда не ровняемся на Россию, мы всё-таки смотрим на Запад, всегда на какие-то западные коллективы, и поэтому хотим немножко такой, как бы, звучок, немножко прокачанный. Поэтому стараемся найти человека, который это может сделать. А, насчёт равняйтесь на Запад, какие вот примеры есть? Ну, 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 допустим, из последних групп я бы выделил The Union, вот, да, как бы, чуваки мешают, там, с ПТ-кач, с СК, с регги, с хардкором, то есть достаточно интересные ходы у них, они, как бы, каждый квадрат по-новому звучит, очень интересно слушать. Да, гармония хорошая, и, да, и много таких групп, как бы, Kill Lincoln, допустим, те же, да, из Америки, очень много японских групп интересных. Кимури, например. Да, Кимури, старые, ну, то есть, как бы, хотелось бы, знаешь, хотелось бы, что-то новое, как бы, привести в российские скопаны, потому что все привыкли к традиционному звучанию, там, дистемпер, там, ещё чего-то, там, элизиум, да, но по мне, это, как бы, всё прошлый век, как бы, хотелось бы что-то новое. Да, поэтому, может быть, как бы, ну, наверное, наверное, нет, наверное, это не деревня, это просто Россия, а мы бы хотели немножко на Запад равняться. Мы хотели добиться звучания, чтобы выйти на европейский уровень, чтобы играть на больших фестивалях, на больших концертах за границей, как бы, за пределами России, чтобы нас знали и почитали, как панк-рок группу, которая играет, как бы, гораздо круче. Какой фестиваль зарубежный вам, вот, очень, хотелось бы, ну, поучаствовать в нём? Слушай, ну, на мой взгляд, самый крутой фестиваль, это Гротц Рок, который проходит в Бельгии, то есть там всегда очень клёвый состав, то есть в прошлом году там играли No Fix, там Rancid, Black Wagon, Real Big Fish, вот, интересные группы, но мы и так, как бы, играем, мы в России редко играем, мы в основном в Европе играем, вот, поэтому мы сейчас едем тоже, опять же, в Германию играть, через Польшу, вот, играем в Ганновере на отличном фестивале вместе с шотландской, с Капангруппой и с немецкой. То есть, в принципе, как бы, в России редко, но в Европе метко. Отличается как-то по ощущениям, по эмоциям играть за рубежом? Конечно. Конечно, да. Ну, да, да. Лучше? Да. Не то, что лучше. Публика другая. Да, мы просто едем, знаешь, мы едем из России, как бы, и ты понимаешь, у нас свой менталитет, то есть, россиянский. Ты приезжаешь туда, а там вообще все по-другому. Ты приезжаешь и начинаешь людям вот это все показывать, все, что есть. Блядь, это настолько круто. Ваше мнение? Ну, я считаю, что просто чуваки в Европе привыкли, если российская группа, это балалайка, медведь, там, водка и так далее. То есть, такие стереотипы, действительно, до сих пор? Да, ну, как бы, мы вот сейчас проехали, допустим, один из стран, да, по Балканам. То есть, мы начали там с Болгарии, Румыния, Сербия, Косово, Босни-Герцеговина. Румыния, Косово, Черногория, Греция была, да. Короче, вся эта хуйня была у нас, вот. И люди совсем по-другому открыли для себя российскую музыку. В принципе, мы везде показывали себя с хорошей стороны, показывали, что действительно группа из Москвы, это не какой-то, там, знаешь, там, медведь, пьющий водку, а действительно, как бы, группа европейского уровня, даже можно сказать, мы на одном уровне играем, там, ну, я бы так сказал бы, с американскими, с японскими группами, да, там, с какими-то. Понятно, что нам еще расти и расти, как бы, нам надо прогрессировать, но мы стараемся все-таки делать какой-то, там... Мы черпаем вдохновение из именно вот японских групп, из американских, из калифорнийских групп, как бы, пытаемся принести в свое творчество именно вот их какую-то динамику, именно их какую-то... Ты вообще прямо в морду даешь прямо... Да, как бы... Именно их атмосферу. Как бы скейтпанк, да, все-таки смесь соска, такой никто не делает в России, поэтому мы, может сказать, первая группа, которая миксует эти стили, вот, поэтому, не знаю, получается у нас ли нет, это уже судить публике. Как публика на вас реагировала, вот, в зарубежных городах в этих... Ну, как бы, вот, априори в Сербии было круто, потому что такое впечатление, что мы какие-то, знаешь, для них братья, там, какие-то еще, там, какие-то просто чуваки в доску. Я там говорил по-русски на всех концертах, и все все понимали. Да, все все понимали. Да, и как бы, мне понравился концерт в Афинах еще. В Афинах было круто, потому что это прямо супер-юг, супер-юг, самый низ, и такое впечатление, что... Я прислал в магазин, как раз в Алмании, говорю, есть у вас зубная щетка продается? На меня смотрит девушка, продавчистка такая, а что у вас в Ноптино-Карашино? У меня такие же Ноптино-Карашино. А что это такое? Это было не в Сербии, чувак, это было в Косово. В Косово, да, да. Ты хомосексуалист? Нет. Съебитесь здесь все же быстрее. Вот сейчас уезжайте, короче, чтобы вас больше здесь не видели, ну-ка. Потому что здесь это неприятно. Но здесь это не принято нахуй. Съебитесь просто все. Не, просто Влад у нас колоритный персонаж, он такой у нас, как бы... Жанна-Карашино. Из одной, да, одно из, как бы, такое ядро нашей группы, как бы, наравне с Сашей, наравне с Кириллом, наравне с Никитой, нашим соло-гитаристом. И, как бы, мы все пытаемся, как бы, делать какое-то шоу. И из-за этого, как бы, из-за этого у нас крашеные волосы, какой-то трэш, татуировки. То есть, получается, вы на каждый концерт ногти красите? Ну, блядь, с ним живет. Ну, блядь, с ним живет, да, да, да. Я живет с этим мораженными ногтями. Я уже, блядь, месяц с ним хожу. Можете показать камеру? Покажи на камеру, покажи на камеру. Камера, покажи. Он просто вот эту хуйню. У него еще очки есть оранжевые. Да он гомосексуалист просто. Не, ну мы ничего против не имеем. Не, не, мы толеранты, блядь. То есть, в принципе, гомосексуалисты, это яркие. Не, ну, как бы, он наш проток, как бы. В какой стране больше всего понравилось, вот, из-за рубежных? В Черногории, мне бы. Слушай, ну, природа, природа, природа самая крутая. Наверное, или в Черногории, или в Боснии-Герцеговине. Не, а по публике. По публике, Сербия. В Сербии, в Болгарии тоже, кстати. А, кстати, Болгария, слушай. Болгария, 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 в Болгарии, кстати, очень классно. Болгария? Болгария, мне, короче, запомнилось, как мы вот с молодым человеком, с нашим басистом, прям угорели на двое суток там, застряли. Короче, мы поехали отвозить машину из Афин, без всяких долгих предысторий, из Афин в Бургас. Доехали до Бургаса и не успели на автобус сегодня на пять минут. Ну, думаем, ладно, на пять минут не успели, и, ну, фигня, как бы, сейчас на следующем уедем. Подходим вот с этим, вот, бородатым, короче, на автовокзал, и нам говорят, а сегодня автобусов до Софии нет. И мы такие, в смысле нет, а как нам уехать? И в итоге оказывается, что есть следующий автобус, но там одно место, еще автобус есть на следующий день, то есть они нам предлагали такие схемы нереальные, но нас спасло то, что ночью был поезд, и мы сели, поехали в поезде, и скоро, кстати, выйдет видео на нашем канале, там небольшой обзор как раз нашего тура, и там вы увидите, что было в поезде. А скоро это когда? Скоро это где-то, ну, через... Короче, когда мы съездим еще в один тур. Бляд, ты обещаешь посмотреть? В середине, да, если ты посмотришь его, то мы его выпустим в середине октября, короче, уже будет. А, ну, то есть до Нового года всего? Да, 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 конечно. На самом деле, знаешь, как мы ехали? Вот, Свет, короче... Смотри, Свет, пять пидорасов. Серьезно, у нас вещи просто... Все в вещах. Вы знаешь, как лежим? Вот смотри, они сейчас лежат. Болитика, болитика, болитика вот так вот. Нет, держи, держи, держи. Вот тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это очень... Твои сабли мне брала. Вся машина вот в этом. Это просто полный пиздец. Все, все. А теперь серьезно. Серьезно. до этого был это разогрев а теперь серьезный вопрос нет эту интересную историю вы можете продолжать конечно поездка мы живем в туре мы сейчас поем вот в минску срезу минск-брест ганновер гданск калининград потом через литву вернемся домой еще отдохнем все по своими делами там смотаются и потом знаешь куда мы поедем ребята и мне надо будет чтобы понимали у нас все туры очень спонтанно правда не может позвонить и сказать ребята мы завтра в германию едем как бы у нас конферта планируется вот и мы просто собираемся вы когда приезжайте в другие города вы же еще остаетесь ну после концертов на несколько дней в этих городах всегда по-разному обычно по-разному да чаще всего у нас как бы концерты мы дальше едем спим и едем на следующий день уже вы не смотрите эти города не смотреть то есть за то время когда у нас в темноте через окно нашего баса это ножка смотри темноте потому что здесь на заднем сиденье завалим конечно смотреть города оценить девушек как бы местным потому что мы все-таки а некоторые парней ценятся просто на 6 человек группе и понимаешь когда типа 6 человек на на протяжении месяца в одном автобусе хочется конечно что там изменить там не знаю не знаю можно ли там говорить там матом ругаться и как в европе с этим а как с этим в европе ну все круто да да то есть мы как бы я не знаю а дема кого есть если серьезно конечно же вырежете да очень скажем нормально в европе красиво а жарко на балкан менталичный концерт менталитет у линии публики другой чем отличается чем отличается они больше больше как бы осенны да они как бы любят все угорать просто вот русский человек знаешь им вот надо вот пиво выпить да чтоб нам как-то раскрепоститься там водки еще чуть а там вот как бы они как бы такие уже сразу типа тусуют узнаешь просто просто они живут на юге вода 8 сербы болгары вот мы играли болгария да и были одни сам замечательный концерт пошлить начинали сразу танцевать и до конца концерта они прямо ну типа они вообще предстоит ничего не понимают то есть мы воем на русском не понимает слов они не понимают вообще ну вообще чего мы как бы себя представляем но они они видят они видят нас понимаешь мы блять мы всю душу вкладываем мы вот каждый концерт просто мокрые майки мокрые майки да нас лицо все мокрое просто в умате значит это значит что ну как бы мы не просто так туда поехали хотим показать что вот российский скейт-панк она реально находится на уровне и чтобы не не думали все что там медведь была лайка там матрешка и так тому подобное опять же да фиртология что мы как бы реально играем на уровне там японских американских групп как бы и это факт в россии есть хотя бы такая движуха потому что некоторые удивляются типов панки в россии нифига себе даже такое бывает приехал из ярославля и там на самом деле в москве была лайка медведь и там что это вообще как это в общем очень много так как бы интересно движух как бы который хотел затронуть но это все таки не интервью надеюсь минут как можно я немножко подытожить насчет публики у нас получается вот в москве до московские концерты когда играешь вот неважно какая даже группа выступает у нас большинство людей у баров где-нибудь там кучками собираются курят стоят гуляют там и так далее и идут только смотреть свою любимую команду в европе такого нет европе сыграть какая-то группа и и поддерживать все абсолютно все кто есть они даже бармен может уйти с рабочего места и пойти смотреть колбасится на все бармену просто ушли со своих рабочих мест и танцевали да то есть чуваки хотели пойти подойти купить пиво там или что-то еще а им сказали что бармены танцуют подождите типа сейчас группа доиграет а с группами зарубежными вы как-то подружились общались да мы подружились очень с группой из софии спальне место называется чуваки очень веселые они а сколько им лет примерно они очень молодые они очень молодые но это уже не дали такой юношки задор такой который вот который у нас был лет а это 15 назвать на них они когда они играют ты просто сможешь на концерт не я буду тебе так вот глаком просто серьезно ты сможешь на концерт верят ведь как так и это реально это панк-рок это настоящий панк-рок то есть ты пришел смотреть ну думаешь блять какая-то но типа дети блять там еще учета они выстреливают просто тебе в лицо и мне лично мне понравилась группа из румынии очень сильно из бухареста они играли хардкор было что-то похоже на игнает короче вот и при прикольно то что вот как бы опять же мы сидим сегодня в клубе театра да где играли совершенно разноплановые группы то есть там мы играем там скейт-панк там чуваки поп-панк из пляжа ничего хорошего играть очень стрит стрит панкой и как бы очень круто что данный концерт вообще происходит потому что очень круто когда разные стили собираются вместе и это вот немного немножко европейский знаешь такой как бы стиль то есть мы могли легко играть там с хардкор группами да там со скопанкой с поп-панк и так далее у нас все-таки этого бояться но в россии да и вот сейчас вот границы эти рушатся и все-таки мы идем какое-то знаешь какое-то правильное русло на мой взгляд ну что ж давайте тогда подытожим пожелания поклонникам пожелания поклонникам на самом деле самое главное приходить на концерты поддерживать любимые группы угора что да потому что если если группу не будут поддерживать она будет сдуваться и но прекращать играть как многие группы сделали из начала двухтысячных и опять же сегодня опять же сегодня хочу привести пример сегодня собрались и группы из начала двухтысячных который до сих пор деле до сих пор не опустили руки и несмотря на то что происходит вообще на концертах они до сих пор хуярят это очень круто и респект им респект дергать респект пляжу респект ничего хорошего и конечно смеху потому что как бы они но они молодцы вообще респект и мы панк с юнайт спасибо вам за интервью